Вирус этот новый, это занозная инфекция, она пришла к нам из другого мира, из животного мира. И сейчас происходят очень сложные процессы адаптации как нас к этой инфекции, так и к вирусу непосредственно к людям, для того, чтобы найти какой-то дальнейший симбиоз нашего взаимосуществования. Возможно, там лет через 10, 20, 30 для нас это будет просто проявлением легкого насморка, как и другие коронавирусные инфекции, 4 сезонных, которых мы сталкиваемся ежегодно и не замечаем, как они проходят мимо нас. Но сегодня идет такая сложная, болезненная, в прямом смысле этого слова, притирка популяции человечества и коронавирусной инфекции. И это, конечно, накладывает отпечаток на все те мероприятия, общегосударственные, национальные, мировые, по борьбе с этой инфекцией. Инфекция новая, она очень видоизменяется, и это ученые и врачи постоянно ищут какие-то новые подходы, изучают его. И, соответственно, меняются подходы и в лечении, и в целом в комплексе противодействия этой инфекции на уровне национальном. Поэтому сегодня многие вопросы пересматриваются. На мой взгляд, подход к коронавирусным мероприятиям должен быть очень гибким и таким таргетным, точечным. Он должен касаться, прежде всего, как мы уже говорили, тех регионов, в которых повышается заболеваемость, что сегодня делается на уровне государства. Там есть определенные красные линии, через которые, в общем-то, переступать не хотелось бы. Это уровень заболеваемости 60 на тысячу населения. Есть определенные социальные группы, которые являются более чувствительными или менее чувствительными по отношению к риску заболеваемости. Невозможно одни и те же мероприятия проецировать на различные социальные возрастные группы. Так, то, что абсолютно мало чувствительно для молодежи. Да, они, к счастью, у нас часто очень переносят бессимптомно и болеют в легкой, более легкой форме. И у них количество осложнений и смертных случаев гораздо-гораздо меньше. Есть группа людей пожилого возраста, которые являются группой риска. И вот как раз на них, прежде всего, должны быть направлены мероприятия.